приветствую даром записываешь где тут у меня ручка есть сейчас найду буду записываться также ну как говорят в одессе спасибо не дождешься с украины получиться доничанин из киева не понял ли не доничанин из киева ты сказал совет я сказал как говорят в одессе я не сказал что я из одессы в одессе сам я доничанин из киева зовут меня артем вот меня павел откуда мы очень при и россии о чем здесь разговариваете да мне не важно а вам ну я разговариваю об отношениях стран моей собеседника вашей что моей и собеседника то есть вы из россии я из украины были бы вы из америки я бы разговаривал об отношениях с сша и украины так так и разговариваю об отношениях россии так вы из россии с украины давайте давайте есть вопросы украинцам или мне задать но у меня нет у нас достаточно много украинцев и я вот знаешь да и те на выдать желательно мышь вроде как детей не крестили на бурдершафт не пили правильно я найти вижу на дороге украинцев чтобы их например 7 или такого ни разу заметил то есть украинские номера они они водят немного не так как мы но их никто не поджимает и не не сигналит и как бы знаете не ущемляет то есть это спорте подруги номера хорошо увыкает я лично я это видел мое мнение я ущемляю подрезаем я не как бы отношусь лоялью ваше мнение у меня вопрос будет просто не столько мнение сколько вопрос как вы думаете почему россия напала на украину были на то основание ну вот по вашему мнению какие-то основания были у нашего правительства основания я не про не наше правительство я не знания но то есть как сказать правильно не ассистирует знаниями которые ассистируют знания ассистируют теми знаниями которые нашу наш наше правительство поэтому я не вижу всей но в общем вы поняли я я понял ну вопрос просто-напросто вы не говорите что вы не оперируете знаниями вашего правительства и поэтому вы не можете говорить если придет повестка пойдете да я служил но и сейчас если придет повестка вы пойдете это мой долг ваш долг ваш долг идти в другую страну убивать граждан той страны насколько я знаю у вас министерство обороны вроде бы как его ваш священный долг защищать свою страну а не нападать на другую ну понимаю что если типа страна нападает на население которое например против того того режима киева и она хотела типа делиться они стреляют по мирным населением смотрите я вам открою такую вещь наверное вы не знаете да но почему-то все вот эти вот типа главы днр были все граждане россии с московской пропиской вот о каком вот это они захотели отделиться можно разговаривать если в ваши зашли с оружием в руках на территорию донецкой луганской области а перед этим был еще крым захвачен и потом они сделали правительство без участия граждан украины граждан донецка но не граждан донецка жители донецка граждане они украины а жители донецка так вот без участия жителей донецка они сделали правительство какое-то которое сказала, мы хотим отделиться. И все они были гражданами России с московской пропиской. Вам не кажется, что это несколько как бы это сказать подозрительно выглядит, что это не жители Донецка захотели отделиться, а это за них сказали граждане России, что жители Донецка хотят отделиться? Ни один гражданин России не хочет присоединиться в новое государство. Вы уже подписал ваш фюрер закон о том, что Донецкая и Луганская область, а также самое интересное, что даже не оккупированные еще полностью Запорожская и Херсонская входят уже в Россию. То есть вы говорите о том, что никто не хочет присоединить, но вы уже их де-факто оккупируете и пытаетесь аннексировать. Даже не захватив все полностью. Подождите, как люди, смотрите, большинство, берем Запорожскую область, в Запорожской области есть самый большой город, это Запорожье. В Запорожье находится практически миллион человек. Вся Запорожская область это миллион семьсот. То есть вы оккупируете не всю территорию Запорожской области, то есть у вас в оккупации находится меньше половины этой области. Вы говорите о том, что вот эти люди, которые меньшая половина Запорожской области проголосовала о вхождении всей Запорожской области в Россию. Вам не кажется, что это опять же манипуляция? Я вас выслужу? Да. Слушаю вас. Отслужите меня. Слушаю. Если большая часть людей проголосовала за вхождение в Россию, то получается, что люди хотят вступить в Россию. Если у них не было на это объективных причин, они бы не проголосовали. Я как честно на налогоплательщик и как служащие, бывшие служащие Российской Федерации, честные служащие, не хотевшие бы, чтобы лишний голова забирала мои налоги, я бы был против. Но так как люди хотят, то есть люди, которые говорят на русском языке, люди, которые хотят, чтобы их защитили, я думаю, что они все-таки проголосовали и они имеют право на защиту. Я бы... Имеется в виду то, что это не совсем правильным путем, то есть военным. Политически вы не захотели, то есть ваше государство не захотело принять то, что люди хотят отделиться от вас. Причем в России... Я вам объясню. В России много республик, в России много республик, которые находятся, например, Дагестан, у которых никак не ущемляются их язык, никак не ущемляются их права. Они прекрасно принесли к другу и начинают там свои... Я вас услышал. Смотрите, вопрос заключается в том, что вы говорите, большинство людей... Я вам привожу пример, что в Запорожской области большинство людей находится на неоккупированной территории. Вы проводите фейковый референдум на оккупированной территории и действуя по принципу, который у вас... принцип ввел Сталин, что не важно, как вы проголосуете, важно, как мы посчитаем. Сказали, что Запорожская область проголосовала. Как Запорожская область могла проголосовать, если большинство людей находятся на неоккупированной вами территории, соответственно, не могли голосовать в этом референдуме. Просто по определению. Это раз. Второе, когда вы рассказываете о том, что у вас не ущемляются какие-то там другие народы, я вас разочарую. Ущемляются. Потому что во всех республиках ваших все коренные языки в ваших школах преподаются факультативно. То есть дополнительным языком. Они идут язык обучения с первого по десятый. или по одиннадцатый, или по двенадцатый, в зависимости от того, какая у вас школа. Так вот, возникает вопрос, как у вас, если у нас, вот, допустим, у вас четыре с половиной миллиона украинцев живет на территории Российской Федерации. Еще до четырнадцатого года они там жили. И скажите мне, пожалуйста, сколько украиноязычных школ в Российской Федерации существует? Могу подсказать, ноль. То есть четыре с половиной миллиона украинцев не могут изучать все предметы на своем родном языке. А вы мне рассказываете о каком-то притеснении русских или русскоязычных. Я с вами разговариваю на каком языке? На русском. Я из города Донецка. Я не звал никаких освободителей, которые должны были меня освободить. И нас большинство вынуждено было выехать с оккупированных территорий на неоккупированные территории Украины. Потому что в городе Донецке было больше миллиона жителей. После того, как вы оккупировали этот город, в нем осталось чуть больше или чуть меньше четырехсот тысяч. То есть шестьсот тысяч оттуда уехало и основное подавляющее большинство их уехало на неоккупированные в Украине территории. То есть большинство проголосовало тем, что уехало, что мы не хотим жить под вашим контролем. Вот и получается, что не получается ваша логика. Она разваливается. Можно говорить? Вот. Смотри. Я вижу, например, на своей попутни в работе я вижу несколько постоянно машин с номерами Украины. Их никто не притесняет. Их, если они, например, запутались или не тот ряд встали, их пускают. Их не ущемляют ни в коем случае. Их прекрасно на тех же равных правах, как и россияне с теми же самыми номерами правила пропускают на правилах ПДД или на, как обычно у нас принято, типа, ну, пустил и пустил. Типа, он же должен повернуть, он же стоит с поворотником в меня, да? Типа, он перепутал, он запутался, неважно. Бывает всякое. В нашей жизни, типа, стал не тот ряд. Вы хотите сказать, что у нас притесняли? Нет, слушай, смотри, но я тебе объясняю мою ситуацию лично в городе, которых я вижу часто, я спрашиваю у своих людей, которые работают, типа, как вы поступаете в том случае, если, например, к вам просится в ряд украинец, который, например, встал не в тот ряд. к чему это, я не могу понять. Вот я не могу понять. Вы мне второй раз рассказываете, что пропускаете машины с украинскими номерами. И к чему это? Ну, пропускаете вы. Это не притеснение. Притеснение идет, когда запрещают язык. Запрещают разговаривать. Разговаривайте. У нас тоже никто не запрещает язык. на работе разговаривали в украинском языке. Я просил, вы можете чтобы я понял, разъясните, что вы сказали. Вы сказали мне, что в Украине притесняли русскоязычных. Как могли притеснять в Украине русскоязычных? Запрещали русскоязычные, например, подачу заявления. Запрещали? Запрещали. Запрещали. Нет. У меня есть родственники из Донецка. Они сказали, что запрещали. Что запрещали? Подать заявление? Какое заявление? Подать на украинском, да. Они сейчас получили русскоязычные на украинском языке у нас с 91-го года документооборот идет. С 91-го года. То есть вы говорите украинского языка, что дальше? С 91-го года до 2014-го им помогали. Им помогали. Если человек не знает украинского языка, что дальше? Что дальше? Есть люди, которые могут помочь заполнить. Это не проблема. то есть у нас дагестанцам помогают заполнить документы. У нас и дагестанцам помогают. У нас дагестанцы приезжали и говорили, нам рассказывали о том, что в Украине какие-то нацисты притесняют, нам разрешают Коран проповедовать, нам открывают мечети, нам не запрещают ничего. Один дагестанец, у вас в Москве не хотели открыть мечеть, не разрешали. У вас на всю Москву, в которой 2,5 миллиона мусульман в Москве, у вас 5 мечетей. У нас в Одессе на 30 тысяч... в этом месте. Сколько людей православных в этом месте? В Москве? Ну, миллионов 10. Явно больше. Больше. Явно больше. Ладно, больше. Только вот возникает вопрос. Мечети в Москве 5, а православных храмов 1200. Ну, дальше что? Это наша религия. Имеем право. Так и ваша религия и мусульманство. Потому что вы, являясь многонациональным государством, рассказываете о том, что вы не притесняете, но только что вы совсем недавно прорвало вас. Почему мы должны разрешать? Такое не было. В моей части, которой я служил, Дагестанин служил, и он прекрасно делал А у нас никто его не отпускал. А у нас на 30 тысяч мусульман в Одессе тоже пять мячиков. Чтобы он сделал намаз, понимаете? Чтобы он сделал намаз, чтобы он провел свои ритуалы, и чтобы он лег спать. Вы понимаете, что... Я понимаю, что вам хочется покричать, но вот я вам объясняю. Вы понимаете, что у вас на два... Только я начинаю разговаривать, вы в параллель начинаете разговаривать. у вас на два с половиной миллиона мусульман в Москве пять мечетей, у нас в Одессе на 30 тысяч мусульман пять мечетей. Но вы под ними стелитесь и дальше что? О! Почему вы не понимаете русские, что... Не русские, россияне. Вот нету такого в цивилизованном мире нету такого кто под кем, кто под кого стелится, кто под кого ложится. У нас есть просто уважение к другим нациям, в отличие от вас. Распонсируйте их постройку, пожалуйста. Распонсируйте. Почему должна Россия строить какие-то мечети? Хотят люди строить, пусть... Так люди хотели. Люди хотели. Они не брали из вашего бюджета ни копейки для строительства мечети. А у вас есть данные? Это, если не ошибаюсь, это финансировал гражданин Азербайджана, вот именно постройку мечети. Так запретили просто-напросто. Сказали, на этом месте нельзя, здесь когда-то, хрен знает когда, был храм, но его уже 200 или 300 лет нет. Здесь все равно нельзя строить. То есть, вам 1200 храмов православных мало, а мусульманам шестую мечеть запретили строить. но знаете, я не верующий человек, но я не против чужой веры. Не против, ни в коем же нет. Я вижу, как вы не против. Хочет человек, пусть верит, я не против, это его выбор. Я не не против, не мусульманам, вы не против. Вы хорошо относитесь к украинцам, но готовы идти их убивать. Вот, вот, вот это вся ваша вся ментальность. Вы не против других вер, но вы против того, чтобы строили мечеть. Вы не против украинцев, вы хорошо относитесь к украинцам, но вы готовы их убивать услужили какая разница служил ли нет нет не служил не служил и сказал ну а в чем-то проблем я служил проблема заключается в том что вы идете убивать людей в другой стране и рассказываете о том что мы вы хорошо к нам относитесь я отношусь к людям которые просто мирно живут и который ни в чем не виноват а я люблю страшную тайну у нас подавляющее большинство ни в чем не виновата люди проснулись от ваших ракетных ударов а я больше скажу те люди которые скакали и прыгали которые приняли то и которые приняли то что она принимает они с ней согласны то есть они виноваты а что же наша власть такая такая плохая что же она пропагандирует что мы принимаем что мы виноваты а что вы не выполнили минске соглашение пожалуйста расскажи расскажу только сначала мне ответить на тот вопрос что мы не вы кого что что мы пропагандируем такого что мы виноваты почему мы русские во всем виноваты почему вы все расположитесь то что сделали русские в 11 раз украина просила ввести миротворческие войска оон на донецк в донецк луганск на донбасс не россии оон оон и знаете кто блокировал эти миротворческие войска никто и никто россии основание потому что у россии есть право вето вот она им пользовалась все одиннадцать раз смотри дружище и я не дружище сосед будет возникать вечно орать и бить свою жену ты будешь молчать я вызову полицию ну вот россия не вызвала полицию украина украина вызывала полицию потому что пьяный сосед напал на на украину кстати по поводу по поводу минских соглашений давайте посмотрим на кого накладывали санкции за невыполнение минских соглашений так это все европа виновата европе европе все выгодно европа виновата в том что вы не выполняли минские соглашения так это вы должны были выполнять и они мы не мы адрес не мы не вы агрессор давайте посмотрим посмотрим минские соглашения между кем и кем у нас было не понимать у нас нет в минских соглашениях четко прописано что это договорная группа переговорная группа между украиной и россией и при содействии кого обсе так вот у нас конфликт был не с донецком луганском у нас был конфликт с россией потому что в четырнадцатом году в ночь двадцать шестого на двадцать седьмое февраля российский спецназ захватывает здание верховного совета крыма и срывает украинский флаг вешает российский а потом в апреле месяце в начале апреля группа геркина стрелкова вооруженная проходя через от из крыма по российской территории пересекает границу между россией и украиной интересно а вы знаете кто охраняет границу пограничники да в каком они под в каком они в какой они службе служат вы сбу фсб или в какой еще я думаю фсб не в украине не украинской фсб правильно то есть ваш нет в ваши фсб то есть получается сотрудники фсб пограничники я бы не наш фсб ваши фсб посмотрите кто ваши пограничники кому подчиняются пограничники это не фсб смотрим я смотрю вы военный но знаете меньше меня кому подчиняются погранслужба рф так парни и федеральная пограничная служба подчинение фсб показывай пограничник пограничная служба федеральной службы безопасности российской федерации показывай что тебе показа сейчас покажу пожалуйста сейчас яркость еще уберу я не фокусирует пограничная служба федеральной службы безопасности российской федерации фсб да насколько я понимаю ну допустим а какой сайт ваша википедия для беде это не это не историяма вашей википедии это не наши теперь как мне нравится этот россияне когда начинают это не нашли аспорт википедии пишут настоящие люди поэтому ей верить нет структура ваша российская википедия да и сложно верить по одной простой причине потому что она модерируется фсб почему-то не пользуешься нет я не из россии но я я могу читать и ваши россии пользуешься российской википедии значит получается в россии я могу зайти на сайт российской википедии тут написано что это структурное подразделение в составе федеральной службы безопасности российской федерации так вот так вот подожди слушай хватит чему я должен тебя ждать потому что я ты меня пытаешься сбить увести с темы так вот ваши пограничники пропустили группу гиркина стрелкова на территории украины то есть фсбшники пропустили фсбшника и если бы его там не было ваш он же сам говорил что если бы не я то ничего в донецке луганске не было потому что спусковой крючок войны на донбассе нажал я это говорил ваш гиркин стрелку я тебя слушал я тебя слушал я тебя слушал я тебе скажу я должен был закончить фразу а ты мне пытался прервать я тебя слушал теперь я слушаю тебя ну давай я я общался с людьми которые людьми которые работали и работают в крыме они сказали что пришла россия провела референдум и присоединилась и крым присоединился к россии то есть пришла россия на территорию украины и ты сам себя закопал. Пришла Россия на территорию Украины, провела там референдум, непонятно на каком-то основании. Ты не прав. Пришла Россия, типа по зову Украины, то что, ой, Украина, Крыма, то что, пожалуйста, проведите новый референдум. Мы провели... На каком основании? Мы звали всех... На каком основании? Они не приехали, почему? Потому что знали, что все проведется по нормативным документам. Нет, они знали, что это фиктивный референдум, поэтому они не приехали. Посмотрите, разглашение ТАСС. Они все прекрасно там расписали. Пропагатистки смеют мне. Посмотрите ТАСС. Специально для тебя рассказываю, что любой референдум, проведенный на оккупированной территории, считается недействительным. В юридическом плане это называется ничтожным. Что построила Украина на территории Крыма за 300 лет? Это неважно, что Украина строила или не строила. Важно то, что... Как неважно? Это город. Она должна была развивать. По определению ООН, любая отмазка, которую вы придумаете, является просто отмазкой. Это по определению ООН. Я специально тебе уже перехожу на твой язык, который хоть ты хоть должен понять. По законам. Все, что вы пытаетесь сказать, это называется оправдание агрессии. И там написано, что никакое оправдание агрессии не может оправдать то, что вы сделали. То есть агрессию одной страны против другой. Вы сначала оккупировали, а потом провели якобы референдум. Поэтому 141 страна мира вас признала агрессором. Ничего не сделали. Ничего не сделали. Ничего не сделали. Ну, посмотрим через 5 лет, что ты будешь плакать. Как ты будешь говорить, ой, почему мне так херово, почему я так хреново живу. А потом ты вспомнишь меня и то, что ты ржал с того, что, ой, почему, что они сделали. Увидишь. Экономические санкции действуют отсрочно. Сейчас ваша экономика начинает рушиться. Уже в первом квартале вы закрыли практически тот дефицит бюджета, который у вас заложен на год. То есть в этом году с вероятностью 100% вы сожрете последние остатки вашей кубышки. Это фонд национального благосостояния. И после этого в следующем году у вас уже не будет хватать денег для того, чтобы закрывать социальные выплаты и все остальное. И тогда у вас начнется проблемы большие. У вас начнутся проблемы с выплатами пенсии, с выплатами зарплат госбюджетникам. И вот тогда твои, ну ты молодой, да, твои родители будут плакать. Хотя и ты скоро тоже начнешь плакать. Вам 90-е годы будут казаться сказкой. А ты упоротый. поэтому я тебе, скажем так, использовал тебя как инструмент, показал, насколько молодежь в России ущербна. Добра не желаю. Пошел нахер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!